Рад снова быть с вами. Мы говорим о том, как понять, что будет дальше, основываясь на Библии. Мы начнем разговор с отрывка о еврейском народе. Но я хочу выразить одну простую мысль, которая лежит в основании всего. Бог заключил с Авраамом Завет в Бытии, 12 главе, который до сих пор действует на земле. Мы с вами последователи Христа в большом долгу перед евреями. Через них мы получили Писание, Закон, через евреев пришел Мессия. Без них у нас бы этого не было. Поэтому вопрос не в том, заменил ли Бог евреев, Он этого не сделал. Вопрос в том, как Бог действовал в их жизни, чтобы нам понять, что Бог делает в нашем поколении. Пусть Слово Божие поможет нам. Уделите мне несколько минут. Давайте посмотрим, что Слово Божие скажет нам, дабы нам с вами принимать правильные решения в отношении того, что будет дальше. В каждое воскресенье, посвященное этой теме, я говорю вам о двух действиях, происходящих в наше время, во многом уникальных, в которых проявляется сила Божия. Я не говорю, что происходят только два действия, мы здесь просто ограничены временем. Первое, мы говорили, что Бог собирает еврейский народ. Я буду добавлять еще кое-что к этому каждую неделю в рамках нашей темы. Хочу продолжить, почему это настолько впечатляет. Современный израильский народ существует столько же, сколько и мы. Но есть нечто уникальное в разворачивающейся истории. Это, кстати, отклонение от нормы. В 70-м году нашей эры римские легионы окружили Иерусалим и разрушили его. Еврейское население рассеялось из города. Многие были убиты, проданы на рабских рынках Рима. Два тысячелетия у евреев не было Родины. Они были рассеяны среди народов мира. Однако они сохранили свою национальную уникальность. И в 48-м году за один день по решению ООН и благодаря властному вмешательству всемогущего Бога родилось современное государство. Тогда там жило мало евреев. У них не было централизованного правительства, постоянной армии, никакой инфраструктуры. Это была новорожденная страна, жившая еще только один день. Пять стран, окружавших ее в единстве, объявили войну. У них не было шансов на выживание. Однако они выжили. Чудо Израиля продолжается до сегодня. Это малюсенькая страна. Большинство из вас уже знают карту Ближнего Востока. Вы стали экспертами в области географии. Я горжусь вами. Израиль — это крохотная страна, расположенная на краю Средиземного моря. Она не намного больше средней части Теннесси. Однако она притягивает непропорционально большое внимание мировой общественности и является предметом дебатов. Она стала причиной непропорционально большой ненависти со стороны других стран. Единственное объяснение чуда Израиля, помимо жертвы людей, живших там, это властное вмешательство всемогущего Бога. В первый раз я был там, в 70-м. Эта страна еще только развивалась в то время. Дороги были слишком узкими. Многие были еще не заасфальтированы. А сегодня это самая современная страна в мире. Они являются лидерами в области технологий. Их изобретения в области высоких технологий задают тон во всем мире. Они пережили несколько войн, постоянное вторжение врагов, и, несмотря на это, продолжают процветать. Единственное объяснение — всемогущий Бог. Из этого можно извлечь несколько уроков. Первое — можно процветать среди вражды. Думаю, часто мы с вами представляем себе, что можем выполнить предназначение своей жизни, только если все вокруг хорошо, все аплодируют, одобрительно восклицают, если обстоятельства идеальны. Но в жизни редко так бывает. Дезинформация или недостаток информации об Израиле ошеломляет меня. Это единственная огромная тема для разговора, касающаяся малюсенькой страны, окруженной странами Ближнего Востока. Но население Земли говорит, что на Ближнем Востоке не будет мира, пока что-то не произойдет, не произойдет событие огромной важности. Израиль должен отдать часть своей территории. Ведь если посмотреть на карту, становится ясно, что тут диспропорция территорий на Ближнем Востоке, и Израиль занимает границу раздела, поэтому пока они не отдадут часть Земли, мира не будет. Мир смотрит на это и кивает, будто так и надо. Это же чушь. Это иррационально. Это можно объяснить только с духовной точки зрения. Думаю, вам стоит знать пару неизвестных в этом уравнении, потому что это часть мира, в котором мы живем. Это часть Божьего плана, которая поможет нам понять наше время. Понятие «землю ради мира». Израиль отдавал землю ради мира. На Храмовой горе Соломон построил храм. На этом месте, где-то за тысячу лет до рождения Иисуса, Соломон построил свой первый храм. Он стоял там с небольшим перерывом более тысячи лет, пока римляне не разрушили его в 70-м году. Это святейшее место на планете для еврейского народа. Далее, в 67-м, в первый раз с тех пор, как римляне выгнали евреев, они стали владеть Храмовой горой. В то время израильской армией командовал генерал Моша Адаян. Он пришел к лидерам и сказал, «Давайте отдадим Храмовую гору мусульманскому миру». Он сказал, что это будет величайшим проявлением миротворчества. «Тогда», — сказал он, — «они увидят, что мы хотим всегда жить с ними в мире». Так мы сможем положить конец конфликту. Они отдали самое святое место своей территории своим врагам, и это не принесло мира. Однако мир продолжает утверждать более 40 лет спустя, что если они отдадут землю, то получат мир. Я вырос в конюшнях средней части Теннесси благодаря лошадиному бизнесу. Не помню, рассказывал я вам о торговцах лошадьми, но это уникальные люди. Есть такая шутка — торговец лошадьми не хочет смотреть только в одно место — в глаза. Но я узнал кое-что. Нельзя торговаться с человеком о том, чего у него нет. Нельзя вести переговоры о мире с теми, у кого нет мира. Даже имея рудиментарные знания о Ближнем Востоке, можно это понять. В Ливане беспорядок, в Сирии гражданская война, сотни тысяч населения страны умирают от рук своих, соотечественников, они используют оружие массового поражения друг против друга. Ирак почти полностью под контролем ИГИЛа, одного из самых грубых проявлений зла на планете. Иран требует ядерного оружия, публично заявляя, что хочет изолировать Израиль. В Египте было множество революций, то же самое в Ливии. Можно пройтись по карте и увидеть, что это не территория мира. Нет союзника, с которым можно заключить мир. Безумие говорит, что если Израиль отдаст территорию, то будет мир. Я считаю, что это эпидемия неискренности в нашей стране. Мы отправляем своих молодых людей и тратим несказанное богатство и жизни, чтобы принести мир Ираку и Ближнему Востоку. У нас его тоже нет. У нас нет мира с населением Ближнего Востока. Мы просто возвращаемся домой. Мы устали от этого, очень устали. Хотя мы со своими деньгами, мощью и военными силами не можем принести мир Ближнему Востоку, однако возлагаем на Израиль полномочия принести туда мир. Это безумие. Я не ожидаю от светских людей, что они это поймут, хотя они могут, если внимательнее посмотрят на историю. Но Бог сказал, я забочусь об Израиле, а они будут процветать, несмотря на ненависть мира. Он сказал, что все народы мира в конце концов будут настроены против Израиля. Это очень современно нам, судя по новостям. Иран — глобальный спонсор террора на планете, признанный таковым во всем мире. Они спонсируют, поддерживают финансово, военными силами и техникой такие организации, как Хезболла и Хамас. Иран собирается использовать ядерное оружие, как они сами заявили, чтобы изолировать Израиль и Соединенные Штаты. Америка сделала неразумный шаг, возглавив международную коалицию, чтобы выполнить соглашение с Ираном. Не будем уже вспоминать возражения аравитян, египтян и других народов Ближнего Востока. Бог сказал, что это будет происходить. Библия поможет нам понять, что мы живем в это время. Нам нужно понимать это. Мы можем еще кое-что почерпнуть отсюда. Если вы посмотрите книгу Иезекииля, 34 главу, там сказано, так говорит Господь, «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и освобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. «И выведу их из народов и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей». Интересное место. Каждый раз Бог говорит, «Я сделаю». Он не сказал, что народы, израилетяне сделают это. Он сказал, «Я сделаю это», а вы смотрите. Теперь видите, как это предсказание исполняется на наших глазах. Несмотря на испуг и разочарование многих, на возражение многих народов, властей и влиятельных лиц, Бог собрал евреев из народов мира и снова поселил их в своей земле. Они процветают, не без жертвы, конечно. Есть еще места, у нас уже нет времени их рассматривать сегодня, которые указывают на трудные времена, предстоящие евреям. Тем не менее, Бог участвует в их судьбе. Он еще что-то собирался сделать в земле израильской до возвращения Иисуса. Если мы посмотрим с вами 13 главу Евангелия от Луки, здесь Иисус – величайший из еврейских пророков. И это не просто слова, потому что были замечательные пророки до Него, но никто из них не сравнится с Иисусом. Так вот, Он говорит, Иерусалим, побивающий пророков и камнями избивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел Я собрать детей Твоих, как птицы, птенцов, под крылья, и вы не захотели. Это интригует меня. Бог хотел сделать что-то для жителей Иерусалима, но они не захотели участвовать в этом. Вы можете представить, что Бог что-то хочет сделать для вас или для вашего знакомого, но мы отказываемся сотрудничать с Ним и не получаем результата от того, что Бог мог бы сделать. Я думаю, что наше понимание веры вредит нам. Мы вложили много энергии в идею, что цель христианской веры – прочитать молитву, исповедание веры, а затем креститься в бассейне. Думаю, что и то, и другое правильно, но на этом все. Мы утратили понимание, что с этого момента настоящая цель – сотрудничать с Богом, что Бог знает лучше. Настоящая трудность христианской жизни, жизни последователя Христа – это распознать предложение Бога и сказать «да» в ответ. Иисус оплакивает жителей Иерусалима. Он сказал так «вы не захотели, а теперь ваш дом оставляется вам пустым». Сказываю вам, человек, не говори так, если не верит в то, что собирается сказать. Не увидите меня, пока не придет время, и вы не скажете «благословен грядущий во имя Господне». У меня часто спрашивают совета, как внести оживление в духовную жизнь. Что делать, чтобы вдохнуть энергию в отношения с Господом? Дам вам одну идею, которая точно поможет. Начните со Слова Божьего. Регулярно, каждый день вкладывайте силы и концентрируйтесь на нем. Зачастую мы знаем, что нужно делать, но не делаем или все откладываем на потом. Из-за этого мы стоим на месте. Посвятите 10-15 минут в день чтению Библии. Начните с Евангелий, прочтите их полностью, затем освойте весь Новый Завет. Это изменит вашу жизнь. Возможно, не каждое слово вы поймете, не все города будете знать, и не все слова произнесете правильно. Но пока вы считаете Слово Божие, оно будет читать вас и принесет благословение Бога в вашу жизнь. Это откроет ваше сердце для Духа Божьего по-новому. Вы можете подготовиться к сотрудничеству с Божьими планами, несмотря на времена перемены смятения. Как дар за вашу поддержку, сегодня мы вышлем вам комплект CD-дисков с тремя посланиями, распознавая, что дальше. Бог хранит вас. Пожертвуйте 50 или более долларов, и в качестве бонуса вы получите тематическую Библию в новом современном переводе. Божье Слово говорит нам, чего ожидать в эти неспокойные времена. Звоните нам по телефону или заходите на наш веб-сайт. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы несем перемены. Бог производит в это же время второе действие, требующее такого же проявления Его силы. Это подготовка царства. Бог готовит людей из каждого народа, расы, языка и племени под руководством Иисуса из Назарета, Христа и Царя. Это уникальное действие по своим масштабам и пропорциям по мере нашего приближения к концу веков. В Евангелии от Матфея 16 главе Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это намерение Иисуса. С точки зрения Бога, вторая часть фразы сама самой разумеется. Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и можно поставить точку». Все. Когда Бог сказал, «В бытии первой главе, да будет свет», Он поставил точку. Он выразил свое намерение. От него вышла созидающая сила, и появился свет. И когда Иисус сказал, «Я создам церковь мою», все, вышла сила Божия. Следующая фраза написана для нас. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Почему это здесь написано? Потому что иногда кажется, что врата ада одолевают церковь. Сам Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и сам ад ее не остановит». Если бы у нас этого не было, в мире творятся ужасные вещи. ИГИЛ разрушает церкви, которые существовали более тысячи лет, оскверняют все, связанное с христианством, и показывают это по телевидению безо всякого раскаяния и стеснения. Это пугает. Но Иисус сказал, «Я создам церковь мою, и сам ад ее не остановит». Ад ее не остановит. Поэтому, когда будет казаться, что ад одолевает, знайте, что я вмешаюсь. Я хочу в этом участвовать. Иисус нам еще кое-что сказал в Евангелии от Матфея 24 главе. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной, высвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Там записано длинное слово, а эта фраза – заключительное высказывание. «Самый главный признак возвращения Иисуса на землю – это проповедь Царства во всем мире. Мы с вами благословенные люди. Живем в стране беспрецедентной свободы и возможностей. У нас есть так много. Изобилие пищи, одежды и жилья. У нас есть так много, что мы можем позволить себе конкурировать друг с другом за звание. Я не против этого, просто так выражается изобилие, которое мы имеем. Это все появилось благодаря нашему духовному наследию. Наша страна основана на понятии, что у людей должна быть свобода поклоняться Иисусу. Для этого не должно быть границ или помех. Это записано в нашем Билле о правах. Сегодня эта часть попирается, но она там есть. И мы пользуемся преимуществами, появившимися благодаря этому. Уникальными преимуществами на нашей планете. Большинство стран мира живут не так, как мы. Причина не в том, что мы исключительно умные, талантливые, спортивные. Это благословение всемогущего Бога, благодаря чему у нас есть также обилие церквей. Мы выбираем церковь по стилю прославления, архитектуре, акценту пастора. Я не думаю, что это плохо. Это просто результат нашего изобилия. Но из-за этого у нас появились странные идеи. Мы немного говорили об Израиле. Можно занять неправильную позицию в этой теме. Когда речь идет о церкви, я не хочу занимать неправильную позицию в этой теме. Я слушаю разговоры. Мы представили себе, что церковь существует, чтобы обеспечивать нам комфорт и удобство. Но нет. Цель существования церкви — это не ваш комфорт. А вы об этом знали? Ну, 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 ну. Что вы имеете в виду? Мы собрались здесь не для комфорта. Такие места называются спа-салоны, а не церковь. Я не говорю, что обязательно должно быть некомфортно. Мы стараемся создать хорошие условия по мере наших возможностей. Но цель церкви — лучше понять волю Бога для нашей жизни и то, как мы вместе можем превозносить имя Иисуса. Это ведь достойное дело? Подумать только. В наши мысли и разговоры вошло то, что мешает нам делать это осмысленно. Я много разговоров слышал, например, спор между большой и маленькой церковью. Не надо думать, что должно быть или то, или другое. Мы начали с 29 человек. Мне нравится и та, и другая церковь. Каждая имеет свои преимущества и сильные стороны. Речь не о том, что должно быть или то, или другое. Нам нужна как можно более здоровая церковь, которую можно найти в этой культуре. Мы хотим видеть взрыв христианства. Мы можем трудиться лучше для своих детей, внуков, школ, делового сообщества, остальных сфер жизни, чтобы видеть, как христианские ценности снова приветствуются с энтузиазмом. Люди, не принадлежащие к церкви, пытаются возродить это. Но это желание должно зажечь наше сердце. И если мы неправильно понимаем цель церкви, этого не произойдет, потому что мы не слушаем. Ведь я в центре всего. Я знаю, где сижу, где мой стул, где моя парковка. Я хочу приходить тогда, когда мне удобно. Мы возмущаемся, что еще тысяча человек может прийти в это собрание. Мы не хотим говорить это вслух, но в сердце у нас есть мыслишка, что нужно поставить знак у дороги. Мест нет и детеват. Да, все занято. Разве кто-то другой не может построить эту церковь? Если церковь вырастет, мне ведь нужно будет далеко парковаться. Представьте, я еду в спортзал и кружу по парковке 10 минут, чтобы поставить машину близко к двери. Захожу в зал, встаю на беговую дорожку. Мне не хочется ходить. Я бы лучше посмотрел телевизор со включенным кондиционером. Я же был на тренировке. И мы так же поступаем с Иисусом. Давайте извинимся перед Господом. Если мы не исправим свое сердце, то не увидим Божьих возможностей. Я не против комфорта, но я не хочу поклоняться Ему. Послушайте, что говорит Писание в послании к евреям в 12 главе. Это написано группе верующих, христиан. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. При том, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их. Позже мой отец верил в наказание. Наверное, он до сих пор верит. Я просто сбежал. Но я не помню. Чтобы я хоть раз в процессе наказания повернулся и сказал, «Я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя уважаю». Такого со мной не случалось. Когда он выходил из себя, я понимал, что будет дальше. Мне не приходило в голову. «О, как я тебя уважаю!» Это так справедливо и своевременно. Позови еще двух-трех соседей на помощь. Твои руки устанут. Пусть они продолжат дело. Пока ты переводишь дух и даешь отдых своим мышцам, «Я так уважаю тебя!» «Давай еще продолжим!» Такого у меня не было ни разу. А у вас? Уважение пришло, когда прошли годы. Когда я смотрел назад, я мог шутить об этих случаях, но в тот момент мне было не смешно. Когда я читаю это место, оно привлекает мое внимание. Не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов мы, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. Эта короткая фраза интригует меня. Наказывали нас по своему произволу. Наверное, здесь имеется в виду, что они могли не знать, что лучше, но делали лучшее из того, что знали. А это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Эта фраза вызывает у меня улыбку. Бог наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Не знаю, сколько людей подходило ко мне с просьбой, «Пастор, помолитесь за Божие изобилие в моей жизни». У Бога скот на тысячи холмов. Может, Он продаст несколько голов и пошлет мне выручку? Это неплохая молитва. В Писании есть разрешение молиться об этом. «Пастор, помолитесь за меня. Я плохо себя чувствую. Бог мой врач. Я молюсь, чтобы Он дал жизнь и здоровье моему телу». Это тоже правильная молитва. Много раз мы молились о подобных нуждах. Я, наверное, смогу посчитать на пальцах случаи, когда люди просили меня, «Пастор, помолитесь, чтобы я вырос в святости». Если честно, я не уверен, что мы сильно переживаем об этом. Я не говорю, что это плохо. Я думаю, что мы больше заботимся о том, дабы вырасти в удовольствии. Но Божья цель больше связана со святостью. Это вопрос зрелости. Я кое-что о ней узнал. Этот процесс меня никогда не радует, если в нем задействован я. Он не относится к моим любимым моментам. Недавно ты был с людьми, у них есть воля, план, расписание, список желаний. И хорошо, если среди них есть ответственный человек, более зрелый, чем они, и у него есть свой план. Тогда и происходит воспитание. Ты не получишь то, что хочешь, когда хочешь, но мне надо. Если ребенку три года, это даже мило, потому что мы знаем, что это временно. Улыбаемся, потому что знаем, что сильнее его. Но если ребенок эмоционально холоден в три года, вы не будете радоваться этому, если любите его. Если он пассивен в три года, вы тоже не будете этому радоваться. И точно так же автор послания к евреям говорит, что Бог любит нас и желает, чтобы мы росли, и поэтому он будет наказывать нас. Это часть процесса, который мы проходим. Нас либо будет наказывать Бог, либо мы упустим возможность, которая перед нами. Я не думаю, что мы можем преуспевать в будущем, будучи незрелой церковью. Я имею в виду не только это собрание. Я думаю, что нам нужно расти в Господе. Нам нужно достать соски изо рта, сложить свои одеяльца, надеть штанишки. Я знаю, что это не очень весело, но это необходимо. В заключении хочу поделиться одной идеей, которая останется вашим сердцем. Она простая, но важная. Люди важны для Бога. Бога никогда не удивляют трудности, с которыми мы сталкиваемся, или непостоянство нашего сердца. Люди важны для Бога. Этому нет объяснения. Писание просто говорит, что Бог любит нас. Он любит нас так сильно, что послал Иисуса. Какие бы трудности вы не встречали сегодня, как бы вы не понимали Божье Слово, знайте, ваша жизнь важна для Бога. Бог призвал вас в это время. Я хочу помолиться за вас. Отец, благодарю тебя за каждого человека. Я знаю, что каждая жизнь драгоценна для тебя. Ты думаешь о каждом. Ни одна деталь не скрыта от твоего взгляда. Я молюсь, чтобы твое присутствие было для этих людей реальнее, чем любые трудности, которые они встречают. Во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok